Девушки отдыхают Гимназисты спали. — Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой? — Ох, не спрашивайте. Я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это даже невероятно. Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. — Это невероятно. Вы не можете себе представить. Вы поглядите. Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. — Гимназисты проснулись. — Что с тобой? На тебе лица нет. — Это я от радости, мамаша. Ведь теперь меня знает вся Россия. Вся. Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом. Мамаша! О, Господи! Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. Да что такое случилось, говори толком. Вы живете, как дикие звери. Газет не читайте, не обращайте никакого внимания на гласность. А в газетах так много замечательного. Ежели что случится, сейчас все известно. Ничего не укроется. Как я счастлив, о, Господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают. А тут взяли, да и про меня напечатали. Что ты? Где? Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. Да-с, про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите! Минти вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. Читайте! Отец надел очки. Читайте же! Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров Видите? Видите? Дальше! Дальше! Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров выходя из портретной, что на Малой Бронной в доме Казихина и находясь в нетрезвом состоянии «Это я с Семеном Петровичем! Все до тонкости описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!» И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкина и Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани, с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчались по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. «Удар, который он получил по затылку...» «Это я обоглоблю, папаша! Дальше! Вы дальше читайте!» «Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь, а? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!» Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. «Побегу к Макаровым! Им покажу! Надо еще Иваницким показать! Наталье Ивановне, Анисиму Васильевичу! Побегу! Прощайте!» Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу. Вот такой короткий рассказ. К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреевич Отцов. Впередний встретил его сонный лакей. «Господа дома?» – спросил предводитель. «Никак нет, барыни с дитями в гости поехали, а барин с мамзелью, гувернанткой, рыбу ловят с самого утра». Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул. Грябов, большой толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз на бок, возле него стояла высокая тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорее на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки. — Охота смертная да участь горькая! — засмеялся отцов. — Здравствуйте, Иван Кузьмич! — А-а-а, это ты? — спросил грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал? Как видишь. А ты все еще своей ерундой занимаешься? Не отвык еще? — Кой черт! Весь день ловлю с утра. Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал. Ни я, ни это, Кикимора. Сидим-сидим, и хоть бы один черт, просто хоть караул кричи. А ты наплюй. Пойдем водку пить. Постой. Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше. Сижу, брат, здесь с самого утра. Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле. Знаю, что чепуха. А сижу. Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный. И на воду гляжу, как дурак какой-нибудь. На покос надо ехать. А я рыбу ловлю. Вчера в Хапоневе преосвященный служил, а я не поехал. Здесь просидел. Вот с этой вот стерлядью. С чертовкой с этой. Ну, ты с ума сошел? Спросил отцов конфузливо, косясь на англичанку. Бронишься при даме, и ее же, да черт с ней. Ведь все одно ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брони, ей все равно. Да ты на нос посмотри. От одного носа в обморок упадешь. Сидим по целым дням вместе. И хоть бы одно слово. Стоит, как чучело, бельмы на воду таращит. Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку. Удивляюсь, брат, я немало, продолжал Грябов. Живет дурища в России. Десять лет. И хоть бы одно слово по-русски. Вот наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по ихнему брехать научится. А они? Черт их знает. Ты посмотри на нос, а? Ты на нос посмотри. Ну, перестань, неловко. Ты что, напал на женщину? Она не женщина. Она девица. О женихах небось мечтает чертова кукла. И пахнет от нее какой-то гнилью. Вот возненавидел брат ее. Видеть равнодушно не могу. Вот как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего. Словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди. Ловит и священно действует. С презрением на все смотрит. Стоит Каналья и сознает, что она человек. И что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс. И не выговоришь. Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на отцова и все это молча, важно и медленно. Видал, спросил Грябов хохоча. На тебе, мол, вам. Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее за десять верст к своему имению не подпустил. Вот нос точно у ястреба, а талия? Эта кукла мне напоминает длинный гвоздь. Так, знаешь, вбил бы в землю. О, постой! У меня, кажется, клюет. Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась. Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка. Зацепилась, сказал он. За камень должно быть. Черт возьми. На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча, проклятие он начал дергать за лесу. Дергание ни к чему не привело. Грябов побледнел. Экая жалость, а! В воду лезть надо! Да ты брось! Нельзя под вечер хорошо ловиться. Ведь это кай комиссия. Прости, господи. Придется лезть в воду? Ну, придется. А если б ты знал, как мне не хочется раздеваться? Англичанку-то турнуть надо. При ней неловко раздеваться. Ведь все-таки дама. Грябов сбросил шляпу и галстук. А мисс... Обратился он к англичанке. Мисс Тфайс, живу при! Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтоб ты поняла? Послушайте, туда, туда уходите. Слышишь? Мисс Тфайс облила грябово презрением и издала носовой звук. Штос, не понимаете? Ступай тебе, говорят, отсюда. Мне раздеваться нужно, чертова кукла. Туда ступай, туда! Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел. Ступай, мол, за кусты и спрячься там. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули. Первый раз в жизни слышу ее голос. Нечего сказать, голосок. Не понимает? Ну, что мне с ней делать, а? Плюнь! Пойдем водки выпьем. Нельзя, теперь ловиться. Ловиться должно. Вечер. Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия. Придется при ней раздеваться. Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. Послушай, Иван Кузьмич, сказал предводитель, хохоча в кулак, это уж, друг, мое глумление и издевательство. Эй, никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам. Грябов снял сапоги, панталоны, взбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами. По желтому лицу ее пробежала надменная презрительная улыбка. Эх, надо остынуть, сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреевич, отчего это у меня каждая левь-то сыпь на груди бывает? — Да полезай ты скорее в воду или прикройся чем-нибудь, скотина. — А и хоть бы сконфузилась, а подлая, — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Ру-ру, холодная вода! Посмотри, как бровями двигает. Не уходит, выше толпы стоит. Хе-хе, из-за людей нас не считает. Войдя по колено в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал — Это брат ей, не Англия. Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопением вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу. На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марьи Ивановны Лангер стояли дочь Марьи Ивановны Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович. Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из-за тучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу и Надина личика, описал бы и тихий шепот деревьев, и песни соловья, и чуть слышный плеск фонтанчика. Надя стояла, опершись коленом о край кресла и держась рукой за перила. Глаза ее томные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чащу. На бледном, освещенном луной личике играли темные тени, пятнышки. Это румянец. Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоедало щипать бородку, он начинал поглаживать и трепать другой рукой свое высокое некрасивое жабо. Иван Гаврилович некрасив. Он похож на свою маменьку, напоминающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький, узенький, точно приплюснутый, нос вздернутый, тупой, с заметной выемкой вместо горбины, волос щетины. Глаза его маленькие, узкие, точно у молодого котенка. Выпросительно глядели на Надю. «Вы извините меня», — говорил он, заикаясь, судорожно вздыхая и повторяясь. «Извините меня, что я рассказываю вам про свои чувства. Но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я уме нахожусь или нет. В груди моей такие чувства к вам, что и выразить этого невозможно. Я, Надежда Петровна, как только вас увидел, так сразу и втюрился. Полюбил, то есть. Вы извините меня, конечно, но ведь приятная природа нончи. Да, погода великолепная. И при такой самой природе, как приятно, знаете, любить такую приятную особу, как вы. Но я несчастлив. Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку. Очень несчастлив. Я вас люблю, страдаю. А вы? Нечто вы можете чувствовать ко мне чувства. Вы образованная, ученая, все по-благородному. А я? Я купеческого звания. Больше ничего. Как есть ничего. Денег-то много, но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самими деньгами одно только окаянство. Да пустоцвет. Ну и ешь хорошо, ну пешком не ходишь. Пустая жизнь. Надежда Петровна. Ну, ничего-с. Я хотела, собственно говоря, вас побеспокоить. Что вам? Можете ли вы меня любить? Я предлагал вашей маменьке, мамаш, то есть, свое сердце и руку относительно вас. И они сказали, что все зависит от вас. Вы можете говорить и без родительской воли. Как вы мне ответите? Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чащу, где еле-еле обрисовывались стволы и узорчатые листва. Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. Но что, ежели она откажет, думалось ему. И эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине. — Сделайте милость, — Надежда Петровна, — проговорил он. — Не терзайте мою душу. Ведь ежели я лезу к вам, то от любви. Потому, ежели вы не ответите мне, то хоть умирай. Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась. Она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песню «Сирены». — Очень вам благодарна, Иван Гаврилович. Я уже давно знаю, что вы меня любите и знаю, как вы любите. Но я... я... я вас тоже люблю, Жан. Вас нельзя не полюбить за ваше доброе сердце, за вашу преданность. Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и счастливый провел себя ладонью по лицу. Не сон ли, мол? — Я знаю, что если я выйду за ваш замуж, — продолжала Надя, то я буду самая счастливая. Но знаете что, Иван Гаврилович? Подождите немножко ответа. Ответ положительный сейчас. Положительный сейчас я не могу дать. Я должна этот шаг обдумать хорошенько. Подумать надо. Потерпите немного. — Долго ждать? — Нет, немного. День? Много-два. — А, это можно-с. Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом. Уезжайте сейчас домой, а я пойду думать. Прощайте. Через день. Надя протянула руку. Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой, поцеловала воздух, спорхнула с крыльца и исчезла. Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на просеке. Он раскис и отслабел от счастья. Точно его целый день продержали в горячей ванне. Он шел и смеялся от счастья. — Трофим! — разбудил он спавшего кучера. — Вставай! Едем! На чай пять желтеньких! Понял? Между тем Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее, друг ее детства, молодой человек, лет двадцати шести, барон Владимир Штраль. Штраль — миленький, толстенький немец-карапузик, с уже заметной плешью на голове. Он в этом году кончил курс в университете, едет в свое харьковское имение и пришел в последний раз проститься. Он был слегка пьян и полулежа на скамье насвистывал стрелочка. Надя подбежала к нему и, тяжело дышащая, утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко хохочая, теребя его за шею, за волосы и за воротник, она осыпала его жирное потное лицо поцелуями. — Я тебя уже целый час жду, — сказал барон, обнимая ее за талию. — Ну что, здоров? — Здоров. — Едешь завтра? — Еду. — Противный. — Возвратишься скоро? — Не знаю. Барон поцеловал Надю в щеку и ссадил ее с колен на скамью. — Ну, будет целоваться, — сказала Надя. — После. Впереди еще много времени. Теперь потолку им одели. — Ты, Воля, подумал? — Подумал. — Ну что ж, как? Когда свадьба? — Барон поморщился. — Ты опять о том же, — сказал он. — Ведь я тебе еще вчера дал положительный ответ. — Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Я тебе еще вчера сказал. Зачем заводить разговор о том, что уже тысячу раз было пересказано? — Но, Воля, должны же наши отношения чем-нибудь кончиться. Как это ты не поймешь? Ведь должны? — Должны, но не свадьбы. — Ты, Надин, повторяю я в сотый раз наивно, как трехлетнее дитя. Наивность к лицу хорошеньким женщинам, но не в данном случае. Твоя душа, говори прямо, о, извините, наивность к лицу хорошеньким женщинам, но не в данном случае, душа моя. — Не хочешь жениться, значит? — Не хочешь? — Ты говори прямо, бессовестная твоя душа. — Говори прямо, не хочешь? — Не хочу. — С какой стати я буду себе портить карьеру? — Я люблю тебя, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе женюсь. Ты мне не дашь ни состояния, ни имени. Женить бы должна, мой друг, быть половиной карьеры, а ты? Плакать нечего, надо рассуждать здраво. Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно пуфом. — Лжешь! Ты лжешь! Вот что! Женись, а потом с голоду помирай, нищих плоди, рассуждать нужно. — А чего ты тогда не рассуждал, помнишь? Ты тогда дал мне честное слово, что женишься на мне ведь дал? — Дал. Но теперь изменились мои планы. Ведь ты не выйдешь за бедного человека. Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? — Я не имею желания поступить с собой по-свински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить перед своей совестью. Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею к православному немцу. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями. — Женись, — залепетала она. — Женись, голубчик, ведь я люблю тебя, ведь я жить без тебя не могу. Моя прелесть, ты меня убьешь, если расстанешься со мной. — Женишься? — Да? Немец подумал и решительным тоном сказал. — Не могу. Любовь — хорошая вещь, но на этом свете она не прежде всего. — Так не хочешь? — Нет, не могу. — Не хочешь? — Верно, что не хочешь? — Не могу, Надин. Подлец, негодяй, вот что, мошенник, немчура, я тебя терпеть не могу, ненавижу, презираю ты, гадок, я тебя и не любила никогда. — Если я в тот вечер и поддалась тебе, то только потому, что считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься на мне, я тебя и тогда терпеть не могла, хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богач. Надя замахала руками, отступив на несколько шагов от штраля, пустила в него еще несколько колкостей и отправилась домой. — Напрасно я ходила сейчас к нему, думала она, идя домой, ведь знала же я, что он не захочет жениться. — Вот негодяй, а! Дура была я в тот вечер, и поддайся я ему тогда, теперь не было бы надобности унижаться перед этой немчурой. Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории, первая скрипка — Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый, курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сюртука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно. Первая скрипка подняла голову. — Кто там? — Это я, Дмитрий Иванович. Отворите-ка на минутку окно. Митя быстро надел сюртук и отворил окно. — Идите сюда, лезьте ко мне, — сказала Надя. Митя показался на окне и через секунду был уже возле Нади. — Что вам угодно? — Пойдемте, — сказала Надя и взяла Митю под руку. — Вот что, Дмитрий Иванович, — сказала она. — Не пишите мне, голубчик, любовных писем. Пожалуйста, не пишите. Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите. Слезы сверкнули. На глазах Нади полились струей по щекам, по рукам. Слезы были. Самые настоящие, горючие, крупные. Не любите меня, Дмитрий. Не играйте для меня на скрипке. Я гадкая, противная, нехорошая. Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть, бить. Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити. И я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце. Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову. — Вы добрый, хороший. Я, честное слово, люблю вас. Ну а вы не любите меня. Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски. Я умираю, когда думаю, что у меня нет денег. Я мерзкая эгоистка. Не любите меня, душечка Дмитрий Иванович. Не пишите мне писем. Я выхожу замуж за Гаврилыча. Видите, какая я. А вы еще любите меня. Прощайте. Я вас буду любить и замужем. Прощай, Митя. Надя быстро обняла Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам. Придя к себе в комнату, Надя села за стол и, горько плача, написала следующее письмо. — Дорогой Иван Гаврилович, я ваша. Я вас люблю и хочу быть вашей женой. Ваша, М. Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу. — Завтра что-нибудь привезет, — подумала Надя и глубоко вздохнула. Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и успокоившись, Надя быстро разделась и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло с вышивкой и вензелями уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой, хорошенькой, развратной гадины. В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух. В кабинете сидели его родители и слушали его мечтания. Они радовались, были счастливы за своего сына. — Девица-то она хорошая, благородная, — говорил отец. — Советника дочь, да и красавица. Одна только беда — фамилия у нее немецкая. — Подумают люди, что ты на немке женился. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ